Дорогие друзья, всем теплый привет! Добро пожаловать в мастерскую Марины Курвиц. Сегодня мы с вами поговорим об уровнях активности нашего ученика или студента по отношению к учебному материалу, которым он пользуется. Как мы можем определить, насколько активен сегодня на уроке был наш ученик? Для этого можно использовать разные таксономии, разные критерии. Я сегодня вас познакомлю с уровнями, которые определяют степень вовлеченности ученика через его работу с учебными материалами, которые он использовал. То есть, каким образом он взаимодействует с теми учебными материалами, которые предоставил ему учитель, которые есть у него под рукой и так далее. Эти уровни были разработаны учеными Таллинского университета в ходе проекта, который закончился, наверное, года 2-3 назад. Точно, года 3 назад. В рамках этого проекта разрабатывалась концепция электронного учебника. И если очень коротко, то концепция электронного учебника заключалась в том, что треть учебного материала учебника, или треть содержания учебника, давайте скажем так, треть содержания учебника подготавливает издательство, Треть содержания учебника может готовить сам учитель. Мы знаем, что каждый учитель для своего урока, несмотря на то обилие учебных материалов, которые у него есть, всё равно создаёт свои собственные. Вот они могли бы быть уже частью этого учебника, и на следующий год учитель их может дорабатывать, перерабатывать, изменять, копировать и так далее. И треть – это то, что создаёт сам ученик. То есть и учитель, и ученик издательства, они являются такими участниками, которые совместно формируют один электронный учебник, скажем так. И, соответственно, если у нас ученик становится одним из соавторов учебника, каждый ученик персонально, то нужно определить, каким образом он может взаимодействовать, каким образом, как мы можем определить, какой вклад взял ученик, например, в развитие той или иной темы. Но здесь мы оцениваем именно не вклад, а тут цель этих уровней заключалась в том, чтобы определить, насколько он активен по отношению к этому учебному материалу. И вот сегодня именно с этими уровнями я хочу вас познакомить. И ещё добавлю, прежде чем я приду к их причислению, что они создавались, опираясь на концепцию новой педагогики. То есть учитывая то, что наши ученики, они должны на уроке, в учебной работе, скажем так, не на уроке, в учебной работе, они должны совместно исследовать, они должны что-то разрабатывать, они должны что-то преобразовывать, они должны создавать какие-то общие объекты деятельности и делиться ими. То есть у нас цифровые девайсы в учебной работе – это естественная такая органическая часть учебной работы, это просто один из инструментов. И отдельно мы не говорим о том, что вот у нас был урок математики с использованием ИКТ. Но это то же самое, если бы мы сказали, у нас был урок математики с использованием ручки-тетрадки. Это просто инструменты. У нас был урок математики, и мы разные инструменты задействовали на этих уроках. У нас, может быть, и ручка была, и транспортир был, и у нас кубики были, и, может быть, у нас цветочки были, и этот, ну, телефон, и смартфон у нас был на уроке. Вот. Итак, вот эти вот уровни, они были разработаны, опираясь на концепцию новой педагогики, опираясь на то, что ученик у нас должен создавать и стремиться к тому, чтобы наш ученик всё-таки был создателем, а не потребителем. И то, что цифровые девайсы – это, естественно, часть учебного процесса. Самый первый уровень. Самый первый уровень – это даже не уровень первый, это уровень zero, это уровень ноль, который называется потребление. Что это значит? Это когда наш ученик просто потребляет учебное содержание или какую-то информацию. Это может быть посмотреть видео или послушать аудиоподкасты, или читать что-либо, неважно. С экрана ты читаешь, например, своего смартфона или лапбука, или ты читаешь с книги, с газеты, с журнала. Это не имеет значения. Также это может быть, если, например, мы говорим об использовании КТ, это может быть PDF-файлы какие-то, которые ученик читает. Это может быть, например, чтение слайдов с экрана, ну или просмотр видео, например, на YouTube или на Vimeo. Это самый нулевой, хотел опять сказать, самый первый. Это самый нулевой уровень потребления. Далее следующий уровень идёт первый, который называется маркировка. Я его так перевела с эстонского на русский язык. Маркировка, что это значит? Это когда наш ученик взаимодействует с материалом учебным через, например, расшаривание его, то есть когда он поделился с кем-то, через то, что он добавляет этот материал в себе, в закладке, в фейворит, в свой какой-то блокнотик утащил его, или он, да, в закладке, я уже сказала, да, в фейворит, в закладке. Вот он таким образом с ним... Или лайк он, например, поставил. Допустим, он посмотрел видео на YouTube, он поставил лайк и добавил это видео себе на YouTube в специальный список. Список, допустим, я не знаю, там решения логарифмических уравнений. У него, например, может быть такой список, или математика, или для школы, неважно. Но он себе добавляет этот список, потому что он понимает, что, окей, это видео, например, которым я могу вернуться позже, это видео полезное, я не хочу в следующий раз его терять. Или тут, например, у меня будут комплектоваться учебные материалы. Если это был пост в Фейсбуке, какая-то публикация в Фейсбуке была, также он его лайкает, он его сохраняет, он его расшаривает для того, чтобы другие могли его увидеть и так далее. То есть это следующий уровень взаимодействия с учебным материалом. И цифровые инструменты, если мы сразу говорим, это YouTube-видео, фотография в Instagram, например, или веб-страница, или пост в Фейсбуке. В Instagram все те же самые принципы действуют. Можно просто почитать и пролистнуть, можно лайкнуть, тогда уровень взаимодействия уже повышается, можно прокомментировать, это будет уже совсем другой уровень взаимодействия, и можно отложить, например, себе папочку «сохранить». Поехали дальше. Следующий, коллеги, уровень – это уровень 2, который называется взаимодействие. Это когда наш ученик взаимодействует с учебным материалом, например, и этот учебный материал предоставляет ему обратную связь. Например, это тест для самопроверки, который вы все знаете. Допустим, это тест для самопроверки, созданный в среде Learning Cups, где ученик непосредственно может сам принимать участие во взаимодействии с этим тестом, и это приложение дает ему обратную связь, говорит, где правильно, где неправильно, или более развернутую обратную связь ему дает, или он сам передвигает какие-то облачка до тех пор, пока не поймет, как же должно было быть правильно, и так далее. Здесь происходит уже какое-то взаимодействие. Или это какая-то учебная игра. Учебных игр в интернете тоже может дойти достаточно много. Это игры, которые тебя вовлекают, с которыми ты взаимодействуешь. Никто другой тебе не нужен. Вот ты с этой электронной системой можешь прекрасно общаться. Следующий, третий уровень взаимодействия – это представление. Когда наш ученик выполняет какое-то задание и уже отправляет это задание учителю, например, для отметки. Это следующий уровень. Что здесь может быть? Не обязательно для отметки, например, для отметки. Может быть отметка, может не быть. Может быть, просто нужно обратную связь учителю получить о том, как ученик работал с этим материалом. Это третий уровень. Какие здесь подходят цифровые инструменты для того, чтобы нам обеспечить вот этого третьего уровня взаимодействия ученика с учебным материалом? Это, например, Кахут. Небезызвестный, мой обожаемый, совершенно наш любимый. Вы знаете, составляемый при помощи Кахута Викторина, ученики выбирают ответ, да, видна статистика, можно тут же коррекцию знаний осуществлять, обратную связь ученикам давать, да и вообще добавить такого фана в учебный процесс. Это Кан-Академия, тоже позволяет таким образом поступать. Там можно ограничить тем, что вы посмотрите видео, а можно все-таки все эти задания выполнять, и можно потом эти задания отправить. Любые веб-тесты, например, те же самые, та же самая, например, Google форма, которую ученик отправляет. Далее следующее, что рабочие листы, например, которые мы можем составлять в Google документах, ученик заполнил рабочий лист, отослал учителю, учитель его проверяет. Вот это был третий представление, то есть когда ученик предоставляет, предоставляет, что ли, какой-то результат своей работы учителю для получения обратной связи. Следующее, идем выше. Всего уровень, кстати, шесть. Всего уровня шесть. Вот теперь четвертый уровень коллеги, который называется дополнение, расширение. Это когда наш ученик дополняет существующий учебный материал, делает его шире, увеличивает его в объеме. И это не обязательно что-то такое глобальное, когда он у нас что-то большое создал. Нет. Нет, простой комментарий, хорошо заданный вопрос, да еще и с вариантами ответа, это уже хорошее расширение, дополнение к этому учебному материалу. Или это может быть, например, рефлексия ученика относительно учебного содержания, тоже дополнение учебного материала. И если здесь говорить о цифровых инструментах, то, например, это может быть блок. Допустим, ученики в своем учебном блоге, который создал для них учитель, или, может быть, они сами создали, они к определенному посту рефлексируют, комментируют. Они могут комментировать пост, который был написан. Они могут комментировать, выполнять вообще задание какое-то на блоге. Они могут комментировать относительно урока, который прошел. Вот, только что закончился, пришли они домой, например, комментировали, или чуть позже. И так далее. Таким образом, они могут задавать эти вопросы какие-то. И это все способствует расширению учебного материала. Они продолжают этот учебный материал, потому что хорошо заданный вопрос, он раскручивает на интересный ответ, и вообще можно при помощи этих вопросов перейти плавно к следующей теме. Вот поэтому, коллеги, я также вам всегда говорю, чтобы вы мои публикации активно не только лайкали, но и комментировали, потому что это уже совсем другой уровень, во-первых, взаимодействия с этим учебным, с этим не учебным, с этим материалом. Во-вторых, вы меня своими вопросами раскручиваете на продолжение этой темы. Когда я пишу публикацию, я в этой теме достаточно хорошо разбираюсь, и мне какие-то моменты кажутся очевидными. У меня даже не приходит в голову о том, чтобы об этом написать, потому что оно просто часть тебя. Благодаря вашим вопросам я понимаю, на что нужно было обратить внимание. Я понимаю, как вы увидели этот текст, когда вы его читали, и у вас возник такой вопрос. И благодаря этому, либо я, например, развернуто отвечаю на ваши комментарии, либо я снимаю новое видео для вас, либо я пишу новый пост, понимая теперь, ага, что я не учла. Поэтому активное комментирование, такие глубокие вопросы, они всегда способствуют тому, чтобы этот учебный материал расширялся, и, конечно, наших учеников нужно обязательно учить этому и поощрять. Так, Екатерина пишет, давала домашнее задание, и ученики комментировали на блоге, я так понимаю. Вот вы достигли, вот и они, точнее, достигли, четвертого уровня соавторства или четвертого уровня взаимодействия с учебным материалом. Да, и важно, чтобы эти комментарии, они не оставались просто без обратной связи, чтобы они не оставались, ну, просто как вот часть публикации, да, вот комментарий, и все. Выполнено, выполнено, сделано, сделано, сделано. Важно, чтобы из этих комментариев что-то, что-то формировалось новое, чтобы ученики это понимали, что это что-то новое формируется, что эти комментарии, они оставляются не просто для того, чтобы данную галочку поставить, а потому что это потом вылится во что-то большее. Либо они получат больше пользы, потому что у них вопросы могут связаны допустим с каким-то непониманием и учитель им отвечает на их вопросы либо они позволят следующий урок сделать для себя же самих например каким-то более более интересным внесут вклад в то как пройдет допустим следующий урок следующий уровень 5 это уровень который я назвала создание ремиксов что такое ремиксы коллеги знаете что такое ремиксы все наши ученики я подозреваю коту у которых есть смартфоны и которые используют например такие приложения ну допустим как tick tock бы бывший musical и что там еще snapchat да и в принципе наверное instagram хотя нет инстаграм надеюсь немножко не подойдет они все знают что такое ремиксы они могут даже не использовать это слово но они умеют их создавать они ремиксят все ремикс коллеги это часть какого-то медиа контента то есть берется например оригинальная оригинальная песня или оригинальный фильм какой-то и из него вырезается определенная часть и каким-то образом изменяется добавляются другие субтитры добавляется другой саундтрек сверху меняется слова создается комикс из этого но все что угодно это ремиксы таких ремиксов очень много ходит в этом вот вот тех сервисов которые я перечислила типа snapchat и tick tock они ремиксы постоянно например кто-то один может произвести какой-то контент допустим вот даже я сейчас вот я записываю этот эфир а кто-то из вас возьмет этот эфир вырежет например из него какой-то определенный момент дополнит его какими-то своими комментариями или даже субтитрами как где будет идти мой собственный допустим текст или он будет переведен на другой язык и снова опубликован это ремикс то есть из оригинальной какой-то вещи сделали еще еще одну версию какую-то этих версий можно наделать и вот пятый уровень это когда пятый уровень занимайтесь учебным материалом это как наши ученики ремиксит это когда он изменяет значение возможно даже первоначально то есть у оригинала была одна цель было одно значение один смысл а он его полностью изменилось создал совершенно другое с другой целью или например когда как я уже сказал несколько раз добавляются какие-то субтитры допустим если это урок иностранного языка можно взять любое видео например любые видео на родном языке и пустить к нему субтитры на иностранном языке или на оборот видео на иностранном субтитры к нему добавляются на на родном языке и прекрасный дополнительный учебный объект будет создан благодаря нашим ученикам что здесь подходит друзья какие цифровые инструменты подходят для того чтобы реализовать вот этот вот вот этот вот уровень но тик ток как я уже сказала тут неоднократно google docs и также если берется что-то оригинальное google docs какие же шаблоны не нужно с нуля делать может брать какой-то с нуля шаблон делается с него копия и превращается во что-то во что-то другое заполняется какими-то своими от данными и в свою очередь это опять-таки можно использовать для того чтобы он сам отдельно служил учебным материалом геогебра прекрасно подходит также геогебра оплеты можно найти на геогебра туб с них делать копию и ремиксить что-то убавлять что-то добавлять переводить на другие языки расширять сокращать и так далее эту работу также могут выполнять наши ученики здесь идей действительно можно подчеркнуть очень много подчеркнуть и когда мы ее предоставим нашим ученикам когда наши ученики также начнут что-то ремиксить потихонечку и можно начинать с простого не обязательно видео это же можно картинку правильно немножко с ремиксить это же можно из нескольких картинок мемы какие-то создать это же можно наподобие комикса что-то создать используя вот тот учебный материал с которым мы работаем вот у нас тема логарифмические уравнения пожалуйста и с ремиксить и что-нибудь вот когда им эту задачу дать то их фантазия вы до таких интересных решений можете дойти советую вот творчество с учениками нашими пуститься обязательно и вот последний уровень коллеги последний уровень шестой уровень это создание это создание это когда наш ученик сам с нуля создает какой-то учебный материал он может сам создать викторину kahoot он может сам создать приложение learning ops он может сам создать какое-то видео учебное анимацию фотографию пост публикацию все что угодно pdf файл плакат презентацию и инфографику и так далее он сам создает и вот тут только важно понимать что это создается не для того чтобы просто получить отметку и забыть ну вот как контрольную написал получил что-то и выкинул вовсе и все особенно если получилось то что тебе не понравилось и забыл про это это создается с целью использовать этот созданный материал повторно например та инфографика который создали ваши восьмиклассники я не знаю в рамках допустим урок географии по какой-то теме на четверых эту инфографику вы же можете использовать на следующем году следующим восьмым классом вы можете это задействовать в учебной работе именно с этой целью ученики эти материалы создают не для того чтобы потом куда-то на полочку ушло и мы забыли про это и вот тут конечно же у нас для создания выбор цифровых материале мы материалов широкой огромен и та же самая геогебра и и и десмос и приложение для создания дополненной реальности вроде как аурасмы да ну сейчас не аурасмы сейчас он по-другому называется хопы что ли забыла хопы купил забыла как называется теперь ну в общем можно найти это может быть и создание какого-то музыкального трека например при помощи гараж бэнд это может быть стоит фотосторий например создание какой-то цифровой собственной истории о чем-либо неважно вот тема дана вулканы или природной катастрофы вот создайте историю пожалуйста по теме возьмите для себя землетрясения или вулканы да как я уже сказал его создайте какую-то историю под весь учебный материал есть вот он он имеет википедия учебники все что угодно вот они тесты для самопроверки проверьте себя прежде чем создавать что-либо а теперь опираясь на это создайте что-то новое разработайте какое-то что-то и мы впоследствии сможем это снова использовать в учебном работе и другие ученики уже опираясь на это будут создавать следующее что-то новое то есть мы расширяем сильно дополняем и публикуем этот учебный материал вот такие вот семь уровней взаимодействия в 77 уровней всего и самый первый уровень это 0 уровень потребления вот нам нужно уходить от потребления нам нужно стремиться к тому чтобы наши ученики все больше взаимодействовали с тем учебным материалом с которыми они работали или с информацией в общем они могут взаимодействовать с информацией и создавать сами учебный материал и так друзья я буду заканчивать обязательно взаимодействуйте с теми публикациями которые вы видите на моей странице обязательно ставьте лайки и комментируйте а также делитесь ими всем спасибо за ваше внимание всего доброго всем хорошего дня пока